Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новый облик улицы Горького. Платановые клёны сегодня дополнили цветочными композициями. Глава Анапы Сергей Сергеев поручил обеспечить максимальный уровень безопасности на территории города-курорта на время курортного сезона. Поставлена задача уделять больше внимания неорганизованным группам отдыхающих, расширять возможности охват системы видеонаблюдения, которая уже зарекомендовала себя. Отпуска для сотрудников городской администрации города-курорт Анапа будут приостановлены на время курортного сезона. Об этом сообщил глава города Сергей Сергеев, отметив, что с учетом всех факторов, включая международную обстановку, нужно готовиться к росту числа отдыхающих, что накладывает дополнительную ответственность и на принимающую сторону. Все недостатки должны устраняться сразу после их обнаружения. Я вам торжественно обещаю. Буду обращаться в суд с применением обеспечительных мер к немедленному закрытию учреждения до 90 суток, либо до исправления сложившейся ситуации. Это не заповеди. Это реалия сегодняшнего времени. Сергей Сергеев отметил, что в прошлом году полиция успешно использовала систему «Безопасный город» для раскрытия преступлений около 200 раз. Только с начала текущего года они столько же раз обращались к архиву видеозаписи. Глава города поручил руководителю управления по санаторно-курортному комплексу и туризму Дмитрию Ерохину вести работу со здравницами, чтобы те активнее устанавливали у себя видеокамеры. Причем, чтобы в итоге не было технических вопросов для их интеграции в общегородскую систему. В этом году сейчас мы ревизию ведем, но я думаю, мы постараемся довести где-то до 70 объектов. В городской полиции намерены уделять особое внимание детскому отдыху, контролировать, чтобы детей не перевозили в ночное время, что запрещено законом. При каждой детской здравнице будет находиться сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних. Кроме того, полицейские будут требовать, чтобы в охране работали только профессионалы, а не формальные сторожа. Периметр полностью должен быть огражден и посты охраны оборудованы тревожим сигнализацией. Значит, частные охранники должны быть в любом случае лицензированы и заключен договор на все посты входа в детский санаторий. Всего на лето в Анапу прикомандируют более 400 сотрудников полиции из других муниципалитетов Кубани и других регионов страны. В этом году прибавится 37 маршрутов патрулирования, появится 7 дополнительных стационарных постов. Глава города подчеркнул, что все прикомандированные сотрудники должны быть размещены в городских здравницах. А если возникнут проблемы, то он готов оказать содействие. Давайте учредителя, я готов подписать. Дайте мне информацию, уже не директору напишем, а учредителя. Я думаю, там реакция будет на верность, на выполнение тех или иных. В свою очередь глава Анапы отметил, что полиции необходимо обратить внимание на выявление неорганизованных групп отдыхающих. Речь идет не о семьях, а именно о группах. По словам Сергея Сергеева, ключ к обеспечению безопасности в межведомственном взаимодействии, а также в четком соблюдении всех законов и предписаний. Фермер из Ейска Вячеслав Легкодух выбран полномочным представителем губернатора Кубани по взаимодействию с аграриями. Он будет подчиняться напрямую главе региона. Как мы сообщали ранее, эта должность появилась в штатном расписании краевой администрации по распоряжению главы региона Вениамина Кондратьева. Задач перед Вячеславом Легкодуха много. Это решение земельных проблем, контроль справедливой кадастровой стоимости земельных участков, юридические консультации. По словам вице-губернатора Андрея Коробки, цитирую, «Фермеры – это сильный сельхозинститут, на который можно опереться. Наша задача совместно с омбудсменом – нарастить производственные продукции, максимально интегрироваться во все отрасли сельского хозяйства, устранить все проблемы, связанные с землей». Всероссийская сельскохозяйственная перепись стартует в Краснодарском крае 1 июля. Для Кубани, как аграрного региона, она имеет стратегическое значение. Регион активно включился в подготовку мероприятия, на проведение которого из краевого бюджета выделено 70 миллионов рублей. Для сбора сведений о сельхозобъектах в крае будет задействовано 60 тысяч человек. Подготовка кадров для проведения переписи идет уже с начала мая. Всероссийская сельскохозяйственная перепись продлится с 1 июля до 15 ноября текущего года. Улица Горького получит дополнительное цветочное оформление. Сегодня здесь начали высаживать петуньи. По замыслу дизайнеров, которые практически полностью обновили облик одного из самых любимых мест в Анапе, цветы должны подчеркнуть красоту платановых кленов. Их городские агрономы высадили весной. 66 экземпляров высажены по обе стороны и образовали красивую аллею, которая даст в жару хорошую тень и не будет уже так знойно здесь отдыхающим. А под клены мы решили посадить красивые петуньи ярких расцветок от нежно-розовой до бургундии, которые будут сохранять свою декоративность весь летний сезон и радовать гостей города и жителей Анапы своим цветением. На следующей неделе в четверг состоится открытие Армянской апостольской церкви Святого Георгия. Этого события ждали давно. Пять лет назад администрация города выделила землю в селе Гайкадзор. Построили церковь на пожертвования. Средства присылали со всей России. Многие помогали техникой и материалами. Кстати, бутовый камень, из которого построена церковь, привезли из Армении. Сам проект уникален. Этот храм – один из красивых храмов на юге России. Храм будет открывать глава епархии Армянской апостольской церкви юга России, отец Мовсес. Мы ожидаем прибытия гостей из Москвы, из Союза Армян России, посол Армении в России, приедут депутаты Государственной Думы, примет участие и делегация из Армении. Для анапчан споют звезды шоу «Голос» и «Голос дети». 1 июня, в День защиты детей, день рождения Всероссийского детского центра «Смена» в ВВДЦ пройдет праздничный галоконцерт. В нем примут участие звезды Первого канала, участники телепроекта «Голос» Маша Яроян и Сергей Урумян, а также их младшие коллеги звезды шоу «Голос дети» Ярослава Дегтярева и Александра Болдырева. Посетить ВВДЦ и послушать любимых исполнителей приглашаются все желающие. В археологическом музее Горгипия продолжают свою работу экспозиция, посвященная матери Марии Елизавете Юрьевне Скопцовой. Родившись на рубеже XIX и XX веков, она успела побывать и революционеркой, и литератором, а после принятия монашеского пострига – участницы французского сопротивления. В этом году матери Марии исполнилось бы 125 лет. О нелегкой судьбе великомученицы рассказали сотрудники археологического комплекса. Анапа – это моя малая родина, писала в своих воспоминаниях Елизавета Скопцова. Именно здесь, в 1917 году, она вступила на путь общественного служения. Взяв на себя обязанности главы города в период двоевластия между большевиками и белогвардейцами, Скопцова ставила перед собой единственную цель – спасение культурных и человеческих ценностей в то смутное время. После череды трагических событий, которые в корне изменили ее жизнь, Елизавета посвятила себя служению Богу. В честь 125-летнего юбилея матери Марии в Анапу прибыли специалисты из Санкт-Петербурга. Они поделились с анапскими коллегами новыми найденными историческими фактами из жизни Елизаветы Юрьевны. Мы приехали сюда как исследователи в какой-то мере творчества Матери Марии и даже скорее исследователи тех судеб, в судьбе которых отразилась ее жизнь. То есть нынешних современников, которые в определенной мере продолжают социальное творчество Матери Марии. То есть помогают бедным, помогают слабым, творят добро другим людям. Зоя Николаевна Лемякина уже более 17 лет собирает по крупицам историю Матери Марии. Благодаря ее стараниям в музейном комплексе Горгипе собрана уникальная коллекция. Здесь представлены личные вещи Елизаветы Скобцовой. Письма, картины и предметы быта. Постепенно собиралась, уточнялась, дополнялась эта экспозиция. И наши знания, они приходили не сразу, а постепенно. Менялась экспозиция. Ну, изменилась она вот и в прошлом году, когда 70-летие Победы. В этом году будет юбилейная дата, 125 лет со дня ее рождения. Это ее малая родина. Мы не можем, мы не Ивана, не помнящие родства. И как она говорила там, что каждый народ имеет душу, часть ее души на этой земле. И как же здесь не должно быть музея памяти нашей замечательной подвижницы, праведницы, поэтессы, художника, философа. Потрясающая личность, которая соединила в себе так много, как, пожалуй, никто. Мать Мария избрала свой путь – служение людям. В годы Великой Отечественной войны она прятала еврейские семьи, за которыми охотились гитлеровцы. Под полами монашеской одежды носила еду с запертым в гетто еврейским детям. Тайно выдавала свидетельство о крещении и помогала им бежать. Ее арестовали и отправили в концлагерь. Среди узников ходили настоящие легенды о сильной духом и верой монахине, которая поддерживала заключенных в трудную минуту. Свою гибель мать Мария предвидела и описала так. «С укором перечислят мне мои грехи, святые сестры, и суд велит гореть в огне, и это будет новый постриг». Она погибла за месяц до окончания войны, вошла в газовую камеру вместо приговоренной еврейской девушки. В 2004 году Елизавета Скобцова была канонизирована. Константинопольский патриархат Православной Церкви причислил ее к лику святых. Экспозиция продолжает свою работу. Музей Горгипия приглашает всех желающих узнать подробнее о жизни, творчестве и служении этой удивительной великомученицам. Ну а в это воскресенье 22 мая жители Анапы и сельских округов приглашают принять участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» для последующего их выдвижения на выборы в Государственную Думу. Адреса избирательных участков вы можете найти на нашем сайте. В воскресенье они будут работать с 8 утра до 8 вечера. Давайте вместе выберем самых достойных. Наш генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова